2017 в России объявлен годом экологии. Одна из главных задач – повысить эффективность совместной работы полиции, прокуратуры и лесного хозяйства. Экологических преступлений стали раскрывать больше, но процент все равно низкий, отметил глава региона. Только за последние три года ущерб от незаконной вырубки деревьев составил 39 миллионов рублей. Порядка стало больше, да? Есть только за счет того, что мы цифрам, которые вы привели. Да, так оно и есть, только благодаря... И дел больше, и взысканий больше, да? В целом, да. В настоящем году расследовано 11 уголовных дел. Сумма причиненного материального ущерба составила 17, чуть больше 17 миллионов рублей. За прошлый год эта сумма была значительно выше. Необходимо также привести в порядок кадастровый учет лесов вокруг Самары и Тольятти, вернуть в собственность региона самовольно захваченные участки. Уже в январе в администрации Самары начнут разрабатывать лесохозяйственный регламент. И в конце 17-го года у нас будет полный пакет документов. Это генеральный план, новые правила зимнепользования, застройки и мероприятия по лесу устройству. Я думаю, что 17-м годом мы абсолютно порядок здесь наведем. Важный вопрос перед праздниками безопасность жителей. Губернатор подчеркнул, все структуры должны работать четко и слаженно. Люди на массовых гуляниях и праздниках особенно уязвимы в условиях неспокойной мировой обстановки. Мы отвечаем за безопасность людей и даже тоже сделаем все от нас зависящее. Все праздники прошли организованно, чтобы никто не мог туда попасть из тех, кто с другими целями идет. Губернатор распорядился провести проверки в местах, где живут и работают мигранты, и продолжать среди молодежи профилактическую работу против терроризма. Олеся Корецкая, Артем Сулайманов, События.